Спасибо большое. Я очень здесь рад быть. Если, может, не все знают, мы находимся здесь тоже, на четвертом этаже. Там тоже проводим ивенты. Но это очень крупный ивент, наверное, самый крупный ивент по криптовалютам, который я когда-нибудь видел. Поэтому, кто я такой? Я основатель платформы Waves. Это платформа, которая позволяет очень легко выпустить токен и в том числе сделать ICO. Мы тоже делали ICO. У нас было второе, самое крупное ICO в истории после Ethereum до позавчерашнего дня, когда MobileGo, это платформа, которая делает ICO на Waves, также сделала самое крупное ICO в истории. Вот то, что сказал Рома, они собрали уже 21 миллион долларов. Поэтому мы на третьем месте по ICO. У нас было там 17. И, естественно, у нас, наверное, восьмой, самый крупный краудфандинговый проект за все время в истории. Давайте поговорим про ICO. Действительно. То есть я думаю, что не все люди понимают, о чем есть речь идет пока. Поэтому давайте ответим на самые важные вопросы. Что такое ICO? Как его сделать? Как сделать его так, чтобы вам за это ничего не было? И на чем его сделать, условно говоря. Да? То есть сейчас я надумаю презентацию. Да. Одну секунду просто. Нет проблем, да. Хорошо, да. Ну давайте как бы пока без презентации начнем. Что такое ICO вообще? Откуда оно взялось? Да? Понятно, что ICO это происходит от слова IPO. Initial Public Offering. Заменили P на C, получилось ICO. То есть паблик на coin. Заменили, получилось ICO. Что продается? А вот все, давайте. Вот, значит, презентация. Нет, это не та презентация. Sorry, будем петь презентации. Это просто про Waves, это несколько не то. Саш, но она только такую скинула. Я понял, да, но это ошибка, я извиняюсь. Давайте просто я поговорю про ICO и потом вы задите вопросы. Что такое ICO? То есть вы, откуда пошло ICO? Был биткоин. Это валюта, в которой токен генерируется майнерами. Потом люди поняли, что токен можно генерировать при запуске системы, продавать его инвесторам и на эти деньги развивать систему. Так появилось ICO. Люди делали криптовалюты, продавали токен инвесторам и на эти деньги делали криптовалюту. Одни из первых ICO, наверное, это было NXT, мне кажется. Вот такая была системка. И потом это все стало развиваться и уже более-менее криптовалютный мейнстрим. Это вышло с Ethereum. Ethereum сделал крупное ICO, собрал 18 тысяч биткоинов. Если мне память, нет, 30 тысяч биткоинов по тому курсу. Это было 18 миллионов. Соответственно, потом люди поняли, что эти токены можно продавать не только делая криптовалютную систему, но и так, чтобы просто развивать любой стартап фактически. И сейчас с какую сторону идет ICO? То есть, допустим, что делает Mobile Go? Давайте рассмотрим Mobile Go, что делает Mobile Go. Это фактически маркетплейсы для игр под Android. И как проходит их ICO? Они выпускают токен, на собранные деньги развивают свою платформу, получают какой-то доход и из дохода они выкупают токен обратно с рынка, тем самым поднимая его цену. Очень простая схема. Фактически получается, что по этой схеме может пойти любой бизнес. Любой бизнес может сделать ICO. Любой бизнес может взять этот токен, это такой новый тип финансового инструмента, продать его инвесторам. И если бизнес приносит прибыль, если есть кэшфлоу позитивное, они говорят, что, допустим, 30% всего кэшфлоу мы ведем на выкуп токена. И получается, что схема, которая возникла внутри криптовалют, внутри достаточно такой непростой, непонятной людям штуки, она может быть выведена в реальный мир. Туда это будет просто такой фон, вы можете на особо не смотреть. И любой бизнес может сделать ICO. Я хотел бы донести эту мысль сейчас, что фактически получается, что любой бизнес на данном этапе развития технологий и экономики может сделать ICO. У вас есть, я не знаю, что угодно, сеть пиццерий, у вас есть доходность. Вы выпускаете токен, который по сути это некий бонд, некоторая облигация, которую вы продаете своим инвесторам. Вы говорите, что у меня есть некий кэшфлоу позитивный, из этого кэшфлоу я буду платить вам либо дивиденды, либо на этот кэшфлоу я буду выкупать токен с бирж. Все. То есть получается, что то, что было очень непонятно, становится более понятно. Все очень просто. Какие здесь могут быть проблемы? Прежде всего проблемы юридические. Непонятно природа этого токена. Что это такое вообще? Юридический. То есть его природа в данном случае, она ближе к каким-то долговым обязательствам. То есть если вы делаете вот по той схеме, которую я озвучил, это фактически некая облигация, некий бонд, который вы продаете инвесторам. Могут быть и другие схемы. То, что, допустим, я раньше часто рассказывал, это схема custom application токенов, которые не привязаны вот к таким долговым обязательствам. Например, у вас есть социальная сеть, вы хотите ее развивать. Вы продаете внутреннюю валюту социальной сети инвесторам. И говорите, что, допустим, за 100 монет моего там social network coin вы сможете купить рекламу по всей сети. В начале года у вас было 10 тысяч пользователей, в конце года у вас миллион пользователей. Но за те же 100 coin пользователи все равно могут купить рекламу по всей сети. То есть ваш баннер покажут всем участникам сети. К чему это приводит? Что у вас есть привязка токена к масштабу вашей системы, к ее успешности. Соответственно, если система растет, растет и токен. То есть вы связали цену токена с масштабом системы. И это уже не облигация, это некий купон, некое отложенное право требования с точки зрения юридической. Если мы пойдем дальше, если мы попытаемся выпускать облигации, мы придем к той схеме, которую я писал. У вас есть как бы кэшфлоу, позитив бизнес, вы выпускаете облигацию, продаете инвесторам и платите потом, либо выкупаете его с рынка. Проблемы какие здесь могут быть? Это как бы с точки зрения законодательства некоторых стран, прежде всего в Америке, это ценные бумаги. И возможны вопросы по лицензированию этой деятельности, которые сейчас все пытаются решить, в том числе и мы. Мы пытаемся создать юридическую схему, юридически правильную, которая позволит любому бизнесу выпускать это. Соответственно, надо понимать, что на данном этапе эта схема рабочая, но в нее не могут заходить, например, граждане Америки. Это от греха подальше. Потому что в Америке вы, скорее всего, будете подпадать под какое-то регулирование. В любом случае, надо понимать, что вот эта схема, которая казалась очень странной юридически, сейчас она уже входит в мир и юридические компании крупные ее уже делают своим клиентам. То есть эта схема, эта схема токенов, ICO, продажи каких-то непонятных токенов, непонятным инвесторам, она уже выходит в реальный мир. Надо понимать, что крупные консалтинговые юридические компании уже делают эту схему, оформляют ее своим клиентам. Сейчас мы будем наблюдать запуск реально крупных ICO, которые уже из реального бизнеса. Что очень интересно с моей точки зрения. Допустим, что сейчас проходит на Waves. Я просто освещу, потому что это полезно. Знать, что вообще происходит, потому что мы фокусируемся как раз на реальном бизнесе. Очень интересно вывести это все в мир. Mobile Go упомянули. Это апсторы. Они очень простая схема, выкупают токены с рынка. Строится в Магнитогорске завод по производству циркония. Там есть некоторые патенты у людей, которые позволяют сделать более эффективно и получать высокую доходность. И они тоже делают ICO. То есть это уже совсем реальный бизнес, это завод. Это не IT даже, это просто завод. Люди собирают деньги на блокчейне под завод. Очень интересный проект с Михаилом Шляпниковым. Я думаю, некоторые люди его знают. Это фермер, который судился с Центробанком. Он выпустил собственные деньги и Центробанку это не понравилось. Центробанк выиграл, но Михаил Шляпников получил достаточно широкую известность и он ее достаточно хорошо использует. Он сделал ICO, на Waves тоже собрал 500 тысяч долларов на развитие своего фермерского хозяйства. Токен у него привязан к продукции. То есть у него как бы не такой вот токен, который я писал, который выкупается с рынка. У него то, что называется Custom Application Token, это токен, привязанный к продукции, к его хозяйственной продукции. Сейчас это очень здорово. По этому пути сейчас хотят пойти очень много фермеров. Я знаю несколько еще фермерских хозяйств, их хозяйство идет по этому пути. Что еще было на Waves недавно? Encryptotel такая была, отшифрованная телефония. Они собрали 4 миллиона. Это система, которая позволяет… Это в принципе достаточно обычная шифрованная телефония. И у них тоже были Custom Application Token. Вы за эти монеты, которые они продавали, можете купить услуги. И там есть некая схема buyback. То есть это как бы и Custom Application Token, и долговое обязательство. Видно, что проекты совершенно разные. Люди поднимают большие деньги. Вообще, а почему такой хайп идет? Сейчас в этом зале собралось дикое количество людей. Я столько не видел людей ни на одном мероприятии, посвященном биткоинам. Почему это происходит? Потому что, возможно, это революция действительно. Вот эти вот токены, они действительно революционизируют всю бизнес-схему, по которой работает экономика. Почему людям интересно инвестировать в SEO? Надо понять. Вот это моя преза как бы правильная. Сейчас, Саша, одну секунду. Просто коллега твоя быстро скинула нам. Окей, супер, спасибо. Ну там я что-то покажу, как бы, но в принципе уже все. Да, ты можешь уже нажимать, у тебя должно работать. Значит, почему людям это интересно? Почему людям интересно SEO? Потому что это что-то такое типа венчурного инвестирования для маленьких. Вы можете почувствовать себя венчурным капиталистом. Вы входите в SEO, SEO продолжается недолго, примерно месяц. Некоторые закрываются за 15 минут. И с просто окончания SEO токен сразу торгуется. То есть здесь очень ликвидный рынок, очень интересный. То есть люди сейчас вкладывают, в принципе, во все разумные проекты. То есть, в принципе, собирают проекты не только инновационные, но и достаточно обычные. IT-стартапы тоже собирают деньги на SEO. Потому что людям уже просто интересно. Сама схема SEO, она им очень привлекательна. Почему это… Так, давайте я, наверное, какую-то логическую здесь найду. Так. Так, это я рассказал. Я бы слайд нашел бы, который рассказывает про то, что зачем это надо проектам. Понятно, почему это надо инвесторам. Это весело. Вы на кикстартере, допустим, заплатили 50 евро или там долларов и ждете, когда вам пришлют гаджет. Вам могут его вообще не прислать. Вы не можете выйти из своей инвестиции. Это схема, которая объединяет кикстартер и венчурное инвестирование. То есть вы быстро входите в проект, быстро можете из него выйти. Почему это интересно стартапам? Потому что венчурное инвестирование работает очень плохо. В России схема работы венчурного инвестирования очень непонятна. Если у вас разумный стартап, гарантия, что вы получите деньги, ее нет просто. И вообще в мире даже нет такой гарантии. Возможно, если вы поедете в Силиконовую долину, снимете там квартиру за 7 тысяч долларов в месяц, будете там жить год, вы поднимете деньги. Но это единственное место в мире, где есть некие гарантии того, что если у вас разумный стартап, вы поднимете деньги. По этой схеме вы выходите в интернет, где на вас смотрят миллионы людей и среди них найдутся те, которые оценят ваш проект и которые в него вложат. Поэтому чем это интересно? Это дешевле, потому что из этой схемы удаляются посредники в виде венчурных фондов со своими как бы костами, со своими зарплатами, со своими расходами. Кроме того, ваши инвесторы – это пользователи вашего продукта. Им понятна его ценность. Они, кроме того, чтобы дать вам денег, они дают вам обратную связь, они его тестируют, они рассказывают о нем родственникам и знакомым, потому что им это выгодно. Они понимают, что если ваш проект будет работать, токен будет расти в цене и они заработают деньги тоже. Им это очень интересно. Я часто говорю, что один доллар, привлеченный на SEO, он равен, условно говоря, трем долларам, привлеченным от венчурных фондов. Потому что вы получаете дополнительный сервис, вы получаете тестировщиков, фидбэк, промоутеров. Вы получаете больше, вы получаете support вашего комьюнити. И это стоит больших денег. И очень важно, опять-таки упомяну, потому что я хотел бы, чтобы люди это поняли, почему SEO успешный. Потому что это очень ликвидный рынок. SEO продолжается очень небольшое время. Вы вложили в SEO, оно закончилось, токен сразу торгуется, вы можете сразу выйти. Это очень интересно. Оно здесь очень сильно упрощает. Это более эффективный способ инвестировать, наверное. Я думаю, это будет развиваться дальше. Точка невозврата уже пройдена. Это будет развиваться, бесспорно. Давайте политические моменты немножко осветим. Где сейчас происходит SEO? Где можно сделать SEO более-менее легально? Надо понимать, что это нельзя назвать нелегальные вещи. Это в серой зоне находится. Это не запрещено. Допустим, сегодня про нас рассказывали, про Waze по НТВ был выпуск, и там просто эксперт сказал, что биткоин запрещен в России. Но это полный трэш, никто в России биткоин не запрещал никогда. То есть это серая зона, нет никакого запрета. То же самое и про SEO. В принципе, можно проверить их везде, но вы находитесь в серой зоне, в зоне непонятности какой-то. Но есть юрисдикции, в которых это уже можно делать сейчас. Главный из них это Швейцария и Сингапур. В Швейцарии вы можете договориться о каких-то условиях кастомных по вашему проекту. Как Ethereum пришел в ЦУГе, они пришли к чиновникам и договорились с ними по налогам, и договорились о том, что они не будут платить налоги, которые возникнут из-за курсовой разницы в стоимости Ethereum, когда он будет расти. Они просто договорились с чиновниками там. В Сингапуре есть некий фреймворк, в котором эти SEO могут существовать. Некое законодательство, касающиеся токенов, по крайней мере, некие нормативные акты там присутствуют. Также Люксембург, остров Мэн более-менее работают с криптовалютами, но с SEO там хуже, там более-менее есть схемы по биткоину. Про это я всем рассказал, про эти все проекты, которые сейчас проходят. Давайте поймем, насколько это большая история сейчас. В 2016 году на SEO было привлечено порядка 300 миллионов долларов. По моей оценке сейчас уже больше. Конечно, в этом году будет больше миллиарда. На Waves собирается примерно 1 миллион долларов в день сейчас. А Waves как бы не лидер рынка. Я думаю, мы на втором почетном месте, на первом, конечно, Ethereum. Но на Waves уже собирается миллион долларов в день. Поэтому на Ethereum там 5, наверное. Соответственно, в 2017 год это больше миллиарда точно будет. Вот, в общем, в принципе, все. Что еще можно сказать? Прежде чем, там вы какие-то вопросы зададите мне, которые вам интересны. Схема, которая возникла достаточно в такой среде гиков и фриков, среди криптовалютных людей, которые, криптографов, достаточно все там непросто, непонятно. Но она действительно приносит ценность в экономику. Она удаляет посредников. Она позволяет разумным стартапам поднимать деньги на свои проекты. Она действительно может очень сильно изменить экономику. Сейчас мы, возможно, находимся на этапе вот этой революции, децентрализованной революции. Это очень важно, это очень интересно. Количество людей в этом зале об этом говорит. Если говорить о том, где делать ICO, большинство пока делается на Ethereum. В чем преимущество, допустим, нашей платформы? Вы можете сделать ICO, не покидая клиента Waves. Вы делаете токен в два клика, вы выставляете его на продажу, вы продаете его за биткоин, при том можно продать, либо за фиат в скором времени. И сразу после окончания ICO он уже торгуется, вам не нужно выводить его на биржу. Потому что биржа – это часть системы Waves, она строена Waves. Вы можете сделать полностью ICO, не покидая просто клиента Waves. И таких как бы нет у никого свойств больше. И что я хочу сказать? Надо понимать, что точка невозврата пройдена. Эта схема будет развиваться, могут быть проблемы, какие-то запреты. Сейчас что будет происходить? Это будет как-то входить в легальное поле. Сейчас мы находимся на такой стадии, когда это все входит в правовое поле. Если это будет как-то интегрировано в экономику, я так понимаю, что в России отношение к этому резко изменилось, с негативного в позитивное, потому что это некий способ привлечь средства в экономику, в том числе не российские. Это интересно. В связи с санкциями и прочими делами. То действительно это очень круто. Подумайте, как вы можете сделать ICO для вашего бизнеса, потому что сейчас момент хороший. Идет большая волна. И в принципе она напоминает то, что происходило с интернетом в 90-х. Люди, которые поняли ценность интернета, стали миллиардерами. Поэтому если вы поймете ценность криптовалют, ценность децентрализации, то что эти системы никуда не уйдут, а они никуда уже не уйдут, бесспорно, то вы можете очень здорово выиграть. Спасибо. Я готов ответить на вопросы. Да, давайте поддержим нашего спикера. Друзья, давайте пару слов скажу, почему сейчас очень важно слушать Сашу. Он построил компанию, которая обладает сейчас капитализацией 131 миллион долларов. Я не знаю, кто здесь сидит. Давайте похлопаем. Ну это круто, это круто. А теперь давайте, Саш, один вопрос тут с интернета. Очень много пишут нам с YouTube. Сегодня прям какой-то архи большой спрос. Первый вопрос. Как заставить токены торговать в будущем автономно? То есть в случае с buyback должно закончиться все на выкупе последнего токена. Но тогда по сути все 100% будут сосредоточены в руках продавца. То есть можно ли автономно как-то токены? Ну вы можете сжечь, то есть делать burn. То есть вы выкупили и его сожгли. Тем самым уменьшили supply токена. То есть и тем самым люди понимают, что эти токены не вернутся на рынок и цена будет подниматься. Это самая простая схема. Но надо понимать здесь, что здесь никаких правил нет. Вы всегда выдумываете свои правила. Что очень круто. Это просто дикий запад, условно говоря. Но в хорошем смысле в большинстве случаев. Вы придумали свои правила. Вы предложили их людям. Люди с вами согласились и все, и понеслась. Это очень здорово. Это свобода в лучшем смысле этого слова. Супер. Друзья, хотите кто-то задать вопрос Александру? Поднимайте руки. Вот в очках мужчина. Да, я сейчас подойду к вам. Только представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Владимир, мы с вами виделись на мероприятии. Здравствуйте. С будущим связанным. Если есть так много разных видов токенов, и они непонятно как друг с другом соотносятся, почему бы не создать токен, который бы стал мерилом других токенов? Или будет создан токен, чтобы можно было сказать, у меня токен Калионова, у меня токен той, токен сей. Но каждый этот же токен измеряется в чем-то. Почему бы не создать токен, измеряющий другие токены? Создайте его. Отлично, Саша. Здравствуйте. Иван Альфа-Банк. Вопрос такой. Можно ли как-то юридически в России деньги, которые ты приобрел с помощью ICO, если ты приобрел в криптовалютах, потратить на что-то, кроме наркотиков, а именно как-то нормальных, потратить по-белому. Вот, допустим, ты привлек миллион долларов. Да. Что с ним делать? Юридическая схема, в принципе, понятна. Давайте как бы скажем, я думаю, в 2019 году это в России как-то примет регальные формы. Это точно совершенно. Пока вы обналичиваете биткоин в юрисдикции, в которой это разумно, полезно и законно. Например, у вас есть киперская компания, вы туда выводите евро, полученное от продажи биткоина на битстампе. И киперская компания инвестирует в российскую компанию, покупает в ней долю, например. Все может быть сделано легально, бесспорно. Ну вот вы и получили ответ, как это легко делать. Давайте так, там кто-то не был. Пойдем дальше тогда. Сейчас вот тут молодые ребята, да. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий, по Mobile Go у них реализована двухсторонняя выдача токенов на Ethereum и на Waves. Да, точно. Вот это нормальная практика и почему они так сделали? Маркетинг, маркетинг. То есть они хотят оба комьюнити зацепить, и Waves, и Ethereum. И это прикольно. Мы кооперируемся со всеми, в том числе с Ethereum. У нас несколько другой путь. Они закрывают одни сдачи, мы другие. Но если люди пытаются работать с обеими комьюнити, мы только рады. И это чисто маркетинг, по сути. Спасибо. Так, ну вот. Ну давай, коротенько. Спасибо, Александр Беспалов. Вот скажите, пожалуйста, два вопроса коротких. Первый – это вы сказали, что косты здесь гораздо меньше, чем, допустим, в вечерном инвестировании. Вы можете привести приблизительные хотя бы цифры, сколько стоит вывести компанию на ICO? Это первый вопрос. Если позволите сразу, чтобы потом… Хотя нет, ладно. Все, спасибо. Ну, 50 тысяч долларов примерно до средней ICO. Я так понимаю, потому что происходит то, что я вижу 50, может 100, 200, вот такие суммы. И с точки зрения эффективности это очень здорово, потому что люди потратили 50 тысяч, подняли там 5 миллионов. Это неплохо. Добрый вечер, Альберт. Спасибо большое за ваше выступление. Скажите, пожалуйста, вот если мы под свой стартап выпускаем токены, мы сами выставляем начальную цену токена? И количество акций, которые заложены под токены все? Два варианта есть. Либо вы фиксируете количество токенов, либо вы наоборот делаете, вы не фиксируете количество токенов, а фиксируете собранную сумму денег, условно говоря. И потом, то есть как бы здесь есть два основных варианта, по сути дела. То есть допустим, вы, допустим, Waves, 100 миллионов токенов, собрали там 30 тысяч биткоинов. Соответственно, стоимость токена фиксируется уже в конце ICO. То есть когда вы общую сумму посчитали и посчитали стоимость одного токена. Но можно сделать наоборот, можно зафиксировать цену токена в начале ICO и потом у вас не будет фиксировано количество токенов просто. Вот два варианта есть. Я понял, спасибо. Анатолий, меня зовут. Скажите, пожалуйста, искали 50, 100, 200 тысяч, а куда эти деньги идут? Маркетинг, во-первых, нужен прототип, надо понимать, что совсем без прототипа, без ничего денег уже не дают или еще не дают, не знаю. То есть надо что-то иметь. Чем больше у вас есть, тем больше вы получите. Если у вас есть работающий проект, вам дадут больше, бесспорно. Если у вас ничего нет, вам дадут меньше. Но в основном 50 – это маркетинг. Я имею в виду не разработку продукта, конечно, а маркетинг. То есть это SMM, это работа менеджеров по продвижению, это обычные маркетинговые штуки. Да, еще один вопрос. Инвер, добрый вечер. Хотел спросить по поводу, в случае банкротства компании, после ICO они собрали деньги, в случае банкротства юридически как-то защищается? Нет, не защищается пока. Пока только мы находимся в начальной стадии, пока действительно дикий запад. Это имеет свои плюсы, свои минусы, бесспорно. Но надо отметить, что крупных мошенничеств в ICO не было пока. Потому что здесь работает crowd intelligence. То есть на этот проект смотрят тысячи людей, а они видят людей, которые там участвуют. Может, на конференциях вы видели где-то. То есть если там что-то мутное, то как-то оно выходит всегда на свет. И опыт показывает, практика, что крупных мошенничеств не было. Было много мелких, но крупных таких историй мошенничества пока не было. И это говорит о том, что crowd intelligence, как бы мудрость толпы, она работает. И, возможно, она когда-нибудь заменит какие-то регулирующие органы, централизованные. Это очень здорово. Окей, Саш, еще один вопрос. Ребята, давайте последних три вопроса, чтобы все по таймингу успевали. Добрый день. Меня зовут Евгений. Спасибо за ваше выступление. Хотел узнать, количество выпускаемых токенсов к какому-то определенному проекту из реального сектора. Оно ограничено тем маркетинговым планом, насколько я понимаю, который заявлен изначально? Да, здесь два варианта. Либо люди собирают все деньги, которые им дают, то есть по максимуму просто. Либо они говорят, нам нужно 5 миллионов долларов и не долларом больше. Обычно такие SEO происходят веселее, закрываются быстрее и после их окончания токен растет ценнее. Это также совет SEO инвесторам. Если вы инвестируете в SEO, посмотрите, есть ли граница на собранную сумму. Обычно SEO с границей торгуются лучше, потому что не все успели купить на SEO, часть людей не успела и пошла на биржу покупать после окончания. И цена растет. Поэтому смотрите вот на этот момент, он важный. Хорошо, извините. Все, спасибо. А то у нас тайминг. Так, девушка. Татьяна, Александр, спасибо огромное. У меня вот вопрос тоже по регулированию. То есть таргетировали ли вы американских инвесторов и вы сказали, что есть юрфирмы, которые консультируют по вопросам о SEO. То есть могли бы вы назвать несколько? Спасибо. Все сейчас крупные юридические фирмы, большая четверка, это Deloitte, McKenzie, кто там еще в большой четверке, они консультируют по SEO. Действительно, это так. По поводу таргетирования американских инвесторов в случае Waves этого не было, потому что у нас действительно криптовалюта и здесь в принципе это не ценная бумага. Это некий токен, который обеспечивает функционированные системы. Там нет никакой гарантии дохода. Это чисто венчурное инвестирование. Securities это такая вещь, которая говорит вам, что если вы вложитесь и ничего не будете делать, вы точно получите доход. Криптовалюты об этом не говорят. То есть Waves это чисто венчурное инвестирование. Это токен, на котором работает система. Поэтому здесь в принципе можно американцев и оставить. В случае, когда вы говорите, что там должен быть какой-то доход, вам нужно американцев исключать. Отлично. Так, последний вопрос. Ну вот мужчина, да, вдалеке. Давай. Представь себя, пожалуйста. Добрый день. Алексей меня зовут. Вопрос такой. Как вы оцениваете перспективу выпуска ценных бумаг на платформе Waves? Читал ваше интервью. Допустим, банды государственные. Можно, да. Мы сейчас сделаем в Сингапуре площадку. Там будут custom application токены, которые не требуют лицензии. И будут equity токены, которые будут тупо акциями. Это будут просто акции. Просто на блокчейне. Поэтому все возможно. Очень большой интерес по токенизации. Очень большой интерес по токенизации физических активов. Например, бриллиантов, редких металлов, вообще чего угодно. Это очень интересно будет развиваться. И equity токены, то есть токены, привязанные к долям в компании, тоже будут очень скоро. Отлично. Друзья, я думаю, что получили все исчерпывающие ответы на свои вопросы. В любом случае вы можете к Саше… Саша, ты еще не уходишь пока, если я поспрашиваю тут люди где-нибудь? Нет, конечно, да. Да, то есть вы можете спросить Александра в любой момент. Он еще пока будет здесь. Запомните, вот эта вот красная победная майка лидера или куртка. Подходите. Друзья, ну что, поддержим Сашу Иванову. Спасибо. Саш, один вопрос. В ближайшую неделю проекты будут какие-то новые на Waves открываться? И стоит ли ожидать рост на бирже? Бесспорно, у нас очень много движения. Я скажу, что у нас сейчас запускается такой инкубатор для SEO. SEO, SEOhub.org объявлен конкурс на лучший стартап. Победитель получит нашу поддержку и проведет при SEO. То есть даже три победителя. Значит, посмотрите наш Slack, найдите наш Slack, Waves платформ, зарегистрируйтесь там и прочитайте условия. Приходите также на мероприятия, которые проводятся. Приходите в Dwork. И приходите к нам на четвертый этаж. 26-го будет большая конференция, очень диджитал октобер про криптовалюты. Спасибо большое.